МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корректировка бюджета, уточнение планов по реконструкции лагеря Барсова гора, конечно, ремонт дорог и проблемы одной из крупнейших управляющих компаний Сургута. Эти вопросы в числе многих в мае были в центре внимания депутатов парламента крупнейшего муниципалитета Югры. Об этих темах и не только в ближайшие 15 минут вам расскажу я, Елена Саган. Здравствуйте. В Сургуте предложили скорректировать параметры казны города. Статьи главного финансового документа за последние месяцы неоднократно менялись в связи с различными обстоятельствами. Среди них пересмотр сумм субвенций, субсидий и дотаций, выделяемых из вышестоящих бюджетов. Просили утвердить распределение поступлений из округа в размере 1 миллиарда 700 миллионов рублей на расселение жителей из аварийных домов. Также пришли 550 миллионов рублей для обеспечения государственной гарантией получения образования. Сократился объем субсидий на строительство школ в Сургуте. В связи с этим запланированные 2,5 миллиарда рублей из СМЕД нужно вычеркнуть. Уменьшение средств на строительство школ в связи с невыполнением потребчиками обязательств по концессионным соглашениям. Дополнительно выделены средства 147 миллионов рублей. Это на реализацию концессии по ледовой алине. Ранее при доведении бюджета на 2023 год эти средства не были учтены. Теперь опыт нам их восстанавливает. И также уменьшены трансферты на приобретение установки работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функцию фотоэкино-съемного видеозаписи для фиксации нарушений ПДД минус 46,8 миллионов рублей. Уменьшение поступлений из вышестоящих бюджетов в Сургутске запланировано теперь и на плановый период 2024-2025 годов и связано также со срывом реализации концессионных соглашений по строительству школ. Кроме того, предлагается увеличение расходов за счет средств местного бюджета. Источниками изменений стали уточнение всех поступлений, а также деньги, которые предусматривались для софинансирования окружных дотаций. Появилась экономия по обслуживанию муниципального долга и в результате торгов. Итоговые параметры бюджета Сургута теперь по доходам 39 миллиардов 900 миллионов рублей. Расходная часть составляет 42 миллиарда рублей. В целом предлагается уточнить в 2023 году на 406 миллионов рублей. Из них наиболее крупные – это оплата труда в базовых категориях работников – 139 миллионов рублей. Здесь целевая дотация. Задержание дорог – 160 миллионов рублей. Также ремонт объектов сферы образования, спорта и прочих объектов муниципальной собственности – здесь в основном выбрали кровли, которые требуют ремонта в летний период. Если вопроса больше нет, то озвучу предполагаемое решение. Я рекомендую на 18-м очередном заседании Думы города принять решение представленной редакции. Что за данное решение прошу проголосовать уважаемые члены комитета. С вами все, я иду на вас. В этом году в Сургуте отремонтируют свыше 200 тысяч квадратных метров дорог общего пользования и внутри квартальных магистралей. Такие цифры накануне прозвучали в докладе директора департамента городского хозяйства на заседании профильного думского комитета. Наибольшие вливания предусмотрены в капитальный ремонт трех участков сургутских улиц. Фрагмент проспекта Комсомольского от Щепеткина до Югорской. Часть привокзальной от Грибоедова до Шедловского. Также переустроят улицу Бажова. На все указанные дороги потратят 440 миллионов рублей. Депутаты поинтересовались, почему за примерно те же деньги годом ранее удалось сделать больше объектов. У нас 440 миллионов было. В прошлом году отремонтировали 6 объектов, в этом году в два раза меньше. Подтвердите, по протяженности может быть эти работы больше. И цена, как ему отдайте нам пояснить. Фактор цены, безусловно, сыграл свою роль. Цена выросла. Ну и виды работы. Когда мы с вами занимаемся исключительно асфальтированием, это одна стоимость. Когда идет устройство тротуаров, а еще и с линиями освещения наружного, то это, безусловно, возрастает стоимость. Это с этим связано. В бюджете Сургута предусмотрено 250 миллионов рублей на борьбу с колейностью. Дефекты уберут на площади почти 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, в общей сложности поправят состояние покрытия на 20 километрах городских дорог. На ремонт 12 внутриквартальных проездов потратят почти 102 миллиона рублей. Но средств может быть больше. За счет перераспределения из программы по реновации дворов. Количество придомовых территорий, которые обновят в нынешнем сезоне, сократилось до 18. Произошло это потому, что счета управляющей компании ДЭС Восточного жилого района заблокированы по требованию налоговой инспекции. Разбирательства сейчас переходят в судебную плоскость. Как раз этот текущий статус не позволяет профинансировать благоустройство дворов. Тему возникших проблем у одной из крупнейших управляющих компаний Сургута также обсудили на заседании Думского комитета по городскому хозяйству. В ведении управляющей компании ДЭС Восточного жилого района около 350 многоэтажек заблокированы по требованию налоговой инспекции расчетные счета, но созданы специальные, которые и не дают остановиться операционной деятельности. Руководитель предприятия заверяет, что управляющая компания достигла досудебной договоренности с ресурсоснабжающими организациями и выплачивает долги. Стали ли понятны перспективы разбирательств с участием ДЭС ВЖР? Об этом Мария Ливанян. Полтора года прошло с момента, когда в Сургуте впервые заговорили о проблемах крупной управляющей компании ДЭС Центрального жилого района. Она обслуживала около 350 домов в конце 2021-го. Как гром среди ясного неба грянула информация, коммунальщики больше не могут исполнять обязанности. Причина – долги. Около 200 миллионов рублей требовали ресурсные предприятия, свыше 250 – налоговая недоплата. Счета были заблокированы, дома передали в управление другим городским УК. Сейчас под ударом ДЭС Восточного жилого района. Это еще один коммунальный гигант на рынке управления сургутской недвижимостью. Предприятие обслуживает 356 многоквартирников. Фискальные органы в рамках контрольных мероприятий обнаружили нарушения и заблокировали расчетные счета компании. С этим в УК не согласились. Документы сейчас находятся в суде первой инстанции. Будем обжаловать решение налогового органа. Будем работать с этим. Вопрос о ликвидации, считай, немножко рановато. Нужно поработать с налоговым органом и в судебном порядке. По работе с ресурсоснабжающими компаниями все идет нормально. Мы считаем, что со всеми подписаны соглашения по задолженности. То есть мы задолженностью гасим по ресурсоснабжающим компаниям. Проблем быть не должно. Плюс к этому сейчас во всех многоквартирных домах, находящихся под управлением ДЭС Восточного жилого района, жители рассчитываются с ресурсоснабжающими предприятиями по прямым договорам. Тему обсудили на заседании Комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. Депутаты также провели параллель с уже канувшей в лету УК ДЭС ЦЖР. Также мы здесь разговаривали, какие-то пути искали, выходы и так далее. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день картина БЖР такая же, причины, вернее, такие же или нет? Вы делали анализ? Это вторая крупная компания, которая начинает финансово раскачивать. Претензии, которые проявляют налоговую, в целом схожи. Но ситуация внутри компании, по моим данным, несколько разнится. Уже, на наш взгляд, более стабильная ситуация. Сумма претензий налогового органа в процентах от прибыли управляющей компании составляет 80%. Точных цифр не называлось. Текущая деятельность УК обеспечивается через специальные счета, поскольку ранее существовавшие расчетные заблокированы. Претензии налогового органа, они отдельной строкой идут. Они касаются обвинений нас в налоговом правонарушении путем создания аффилированных компаний. И, соответственно, налог на добавленную стоимость. Это одна тема. Задолженность перед ресурсно-набжающими компаниями – это другое направление. Оно не связано с проблемами управляющих компаний. Это доля задолженности населения. На сегодняшний момент задолженность населения перед управляющей компанией составляет порядка 80 миллионов. По данным руководителя управляющей компании, из этой суммы 63 миллиона рублей долг физических лиц. Еще 16 миллионов не перечислили наниматели муниципальных квартир. В этих квитанциях значительная часть платежи за ресурсы. Сейчас за свет, тепло и воду управляющая компания постепенно рассчитывается. Графики, отмечает Алексей Русин, соблюдаются, причем в досудебном порядке. Жителям же предстоит набраться терпения. Из-за сложившейся ситуации, например, запланированные к ремонту в этом году 10 дворов, отправляются обратно в общую очередь. В Думе Сургута попросили чиновников администрации оставаться в контакте с управляющей компанией и информировать депутатов о текущем состоянии дел ежемесячно. Детально вновь к этому вопросу вернуться осенью. Реконструкция лагеря Барсова гора от центра Сибирский легион может начаться не раньше, чем через год. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по вопросам социальной политики. Дело в том, что предыдущий подрядчик, который взялся за разработку проектно-изыскательной документации, ее не доделал. Сначала исправлял выявленные недочеты, но в какой-то момент, по словам представителей управления капстроительства, перестал. Расторг договор с экспертизой по собственной инициативе. Мэрия пошла на аналогичный шаг. Эта компания теперь находится в реестре недобросовестных поставщиков. Однако сейчас все начинать нужно снова, поскольку силами УКС откорректировать проектную документацию невозможно. А без этих изысканий нельзя заявиться на участие в региональных программах и получить финансирование. Теперь власти планируют объявить новые торги на завершение работ. Максимальная стоимость – 3 миллиона рублей. Деньги уже выделили. С чем можно столкнуться через год? Насколько будут действовать исторические статизы и книжки, статизы были? В том числе с тем, что нужно будет опять проводить эти мероприятия. В новом контракте на проектно-изыскательские работы будут предоставлены исходными данными все вариации проектной документации, которые у нас имеются. Инженерное изыскание, историко-культурное заключение. По историко-культурному заключению сразу скажу, что оно получено, есть экспертиза, сроков давности по ней нет, соответственно, оно будет использоваться. По изысканиям есть определенные нормативные сроки, то есть если они закончатся, они будут обновляться. Ждали и еще подождались, лишь бы этот проект получился. Почему? Потому что на уровне комитетского округа собираются сейчас предложения от всех муниципалитетов в части вот таких вот патриотических объектов. И я думаю, что там тоже есть проблемы. То есть давайте эту цель четкую поставим на следующий год. Тему депутаты оставили на контроле. В октябре на очередном заседании комитета специалисты администрации расскажут о новом подрядчике и обновленных планах по строительству. Также обсудили вопрос появления новых парковок у медицинских учреждений. Подготовлен измененный проект межевания пятого микрорайона, где находится окружной кардиологический диспансер. Документ направлен в Думу для работы с жителями многоэтажек. Когда она завершится, определят дату проведения публичных слушаний. Среди предложений увеличение стоянки за счет пустырей на некоторых придомовых территориях. И если теоретически у ОКНД это сделать возможно, то в ситуации у второй поликлиники и это не вариант. У расположенных рядом высоток места нет. Отказались также от мысли сделать стоянку и на новом участке проспекта Комсомольского в силу удаленности от медучреждения. Расстояние от возможной парковки до поликлиники около 500 метров. Остается единственная возможность организации парковочного пространства. Это только на территории зеленой зоны, там где перед входом поликлиник, вот в этой небольшой сфере. Здесь для отработки с Депздравом, так как там окружная история, нам необходимо участие в руководстве клиники. Кому как иначе должно исходить в предшествии. Мы готовы поддержать в честь проекта работы, работать, желанием тоже. А там хотелось бы в помощи его руководству клиники. В Сургуте благоустроят гресовский пятачок. Это вход в парк энергетиков у перекрестка Одноименной улицы и Бульвара Свободы. Комфортную локацию сделать хотят с учетом исторического значения места. В свое время отсюда отправлялся транспорт, развозя рабочих, которые занимались строительством ГРЭС. Основным акцентом будет объект призмы энергии, который выполнят в виде стелы. По ней оборудуют карту региона с указанием главных объектов энергетики Югры. Разместят также информационные пилоны с обозначением основных вех развития этой отрасли в нашем регионе. Появится также отапливаемая беседка в виде кристалла. Примечательно, что сквер намерены благоустроить за счет частных инвестиций. Данное предложение было одобрено основными участниками энергетического рынка. И также мы предложили основным компаниям поучаствовать в создании данного объекта. О чем получили предварительно одобрение ведущих наших компаний. То есть это опрос сетей и ГРЭС. В настоящее время ГРЭС подтвердили свою готовность проинвестировать проектно-искальские работы в этом году. И по мере формирования инвестиционных программ, соответственно, будут принимать участие в определении долей софинансирования уже непосредственно по созданию данного объекта. На заседании Комитета Думы по социальной политике стало известно, что присоединиться к реализации этого объекта также предложили Сбербанку. Представители которого ранее выражали готовность поучаствовать в благоустройстве города. По предварительным данным, стоимость создания сквера, включая проектно-изыскательные работы, составляет 55 миллионов рублей. Территорию, напомню, очистили в прошлом году. До того момента здесь находились металлические конструкции здания, которое планировалось как кафе. Объект считался одним из главных недостроев города. Администрация через суд добилась решения о сносе, а после стало известно о строительстве на этом месте сквера. Концепция проекта отличная. Очень хочется, чтобы она особенно не претерпела никаких изменений, потому что все функционально, эргономично, удобно. Единственное, на что хотел бы обратить внимание, это безопасность этой локации. Мы понимаем, что там сходятся несколько артерий транспортных, и поэтому нужно каким-то образом все-таки обезопасить будут дети маленькие, чтобы они выбежали на территорию дороги. Хотел спросить про перспективы вообще. Вы видите, в какой перспективе реализация этого проекта? Концепция предусмотрена со стороны улиц Энергетиков, там, куда основной вход, создание такой, как бы, обвалованности. В течение, во-первых, закрытости сквера создадут, но и одновременно создадут безопасность. Все эти холмы, они планируются организовать там архитектурно-художественную подсветку, вот, чтобы они не превратились в зимний период в сугроб. Ну, и тем самым еще отсечь, как раз-таки, от транспортных потоков, от шума и обеспечения, в том числе, безопасности. Вот, что касается сроков, в идеале мы для себя планируем получить проект в этом году и, соответственно, в сезонные следующего года уже завершить работу по данным скверам. Добавлю, что на итоговом 18-м заседании Думы города рассмотрели свыше двух десятков вопросов. Среди них исполнение отдельных наказов избирателей, прогнозный план приватизации на текущий и следующий год. Решили ряд процедурных вопросов по приведению документов в соответствии с окружным и федеральным законодательством. Также утвердили в должности председателя контрольно-счетной палаты Владислава Жукова. Он переизбран на очередной срок. Июньская сессия для депутатов начнется чуть раньше. На комитетах парламентарий встретятся, начиная с 6 июня. Заседание Думы пройдет 16 числа. Это была программа «С Думой о городе». Меня зовут Елена Саган. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова